Хорошо, значит, ну давайте я, во-первых, скажу, что мы вообще будем рассматривать сегодня. То есть, значит, речь пойдет про привлежение булевых функций многочленными, и на самом деле я буду рассказывать про то, зачем это нужно в сложности вычислений, как это возникает, зачем это нужно. Дайте я сначала задам какие-то минимальные определения и расскажу. Во-первых, речь пойдет о булевых функциях. То есть у нас функция на таком множестве, на множестве последовательности 0 и 1 длины n, и значение у них 0,1. И мы будем хотеть приближать их к многочленам. То есть у нас будет многочлен тоже от n переменных. Ну вот, я буду начать его от p, от x, где x на самом деле вектор переменных, и это будет многочлен. Так, и мне, видимо, надо писать мельче, потому что иначе все будет плохо. Вот, значит, ну на самом деле вот область очень большая, о которой я хочу рассказать. То есть количество вот разных моделей приближений. Скажу, конечно, да, сейчас я как раз хочу сказать, что она очень большая, поэтому очень много разных смыслов можно, то есть очень много разных подобластей. То есть на самом деле, давайте я просто тогда сразу это и скажу. Значит, бывают очень разные модели понятия приближения, очень разные модели многочленов, то есть очень разные виды многочленов здесь рассматриваются. И вот давайте я какие-то вещи перечислю, попробую перечислить побольше. Значит, бывают разные многочлены, во-первых. Ну, самые такие распространенные варианты, это когда p, это многочлен над действительными числами, от n переменных, то есть x это у нас кортеж из n переменных. Ну, и второй распространенный вариант, это когда многочлен идет, многочлен над каким-то конечным полем, где через f я обозначил конечное поле. Ну, чаще всего это просто поле, вычетав по модулю p. Это вот что касается многочленов. Сейчас, видимо, появится такая табличка, раз уж мы об этом, я об этом начал рассказывать. Дальше можно по-разному говорить, о каком приближении идет речь. Есть разные виды приближения в точке x. Ну, такой самый простой... Значит, да, и что будет еще? Ну, давайте я пока не буду. Такой самый простой способ сказать, что многочлен приближает функцию f в точке x, это сказать, что он просто ей равен. То есть у нас есть все переменные прямые значения, значит, x у нас из 0,1 в степени n. И вот один из способов сказать, что он просто ей равен. Второй способ сказать, что он ей близок, как действительное число. f от x минус f от x по модулю меньше какого-то эпсилон. Ну и обычно, например, можно просто зафиксировать это. То есть, ну, например, вот есть такой случай, когда эпсилон 1 треть. Ну и здесь тоже, опять же, есть разные варианты. Бывает, что эпсилон зависит от n. То есть, в общем, все... возникают разные модели в разных ситуациях. Третий способ, последний, которым я хотел бы прямо сейчас сказать, такой f от x. Это задается знаком многочленов. Она равна 1. Если f от x больше 0, допустим, ну и 0, если f от x меньше либо равно 0. Такие варианты бывают для приближения в каждой точке. Ну и еще можно по-разному говорить, что означает, что функция приближает на всей области определения. Ну и такие два тоже самых стандартных варианта. это приближение в каждой точке. Ну и бывает приближение еще в большинстве точек, в большей части точек. То есть мы хотим, чтобы многочлен приближал функцию не на всей области определения, но в большей части точек. Большей может иметь опять же разный смысл. смысл в 9-ти десятых, в 90-ти процентах точек, в 99-ти процентах точек, потом можно опять же долю точек делать зависимой от n. тоже в разных ситуациях возникают разные вещи. Ну и все это можно сочетать. Ну не все, конечно, то есть если речь идет о конечных полях, то вот, например, вот такое приближение смысла не имеет, да и вот такое тоже. Но многие из этих вариантов можно сочетать. То есть в принципе я могу попытаться нарисовать такую табличку, где у меня по одной оси откладывается один из вариантов, то есть откладываются, допустим, многочлены, по другой что-то еще, по третьей что-то еще. То есть проблема в том, что у меня табличка будет трехмерная и будет как бы вот такая трехмерная табличка разных моделей, которые здесь возникают. Вот. Все эти приближения так или иначе возникают в теории сложности вычислений в разных ситуациях. Как примерно они могут возникать? Значит, самое стандартное, наверное, ну сейчас я поподробнее на самом деле, то есть давайте я вот скажу то, что я хотел сказать до всего этого. Область очень большая, то есть вот есть очень много разных вариантов моделей, по каждой из них есть большое количество разных результатов, в разных местах они используются. И дать какой-то обзор полноценной этой области я не смогу уж точно. И в общем-то у меня цели такой нет, потому что если бы я пытался сделать обзор по всему, то ну я бы мог только формулировать какие-то вещи, и ясно, что там через два дня все равно все бы забылись. Что я хочу сегодня сделать, это дать какую-то минимальную интуицию о том, как эти приближения многочленными в сложности вычислений возникают. Ну и что вообще там происходит. Я хочу рассказать скорее о методах, чем дать какой-то обзор разных результатов. Ну все-таки прежде всего, наверное, я какой-то минимальный обзор дам. Значит, то есть что, пару слов могу сказать. Во-первых, что нас, собственно, дальше здесь интересует. Когда мы хотим приближать функции многочленными, ну дальше нас могут интересовать разные параметры. Обычно нам хочется, чтобы степень многочлена была поменьше. И мы к этому стремимся. Бывает так, что нам хочется, чтобы мономов многочленения было поменьше. То есть чтобы многочлен был более разрежен. То есть количество разных мономов в нем было как можно меньше. Бывает так, что сумма коэффициентов нас интересует. Ну, сумма абсолютного значения коэффициентов. То есть так или иначе, нам обычно хочется минимизировать какие-то параметры этих многочленов. Чаще всего степень, я думаю, в том, что я сегодня буду говорить, это обычная будет степень, это такой самый стандартный параметр. И, значит, что еще важно сказать с самого начала, что это только половина картины на самом деле. Вот мы сейчас мы на самом деле говорим о булево-функциях. Это обычно, это в логике, это функция, которые, то есть булево-переменная принимает значение истинно-ложь. Здесь мы решили закодировать их нулем и единицей. Единица обычно, то есть под единицей обычно понимается истина, а под нулем ложь. Есть другой, когда мы говорим о приближении ногочинами, есть другой стандартный способ кодировать истинную ложь числыми. Можно говорить о булевых функциях, как о функциях, то есть у которых аргументы принимают значение минус 1,1, но и значение принимают значение минус 1,1. И это другой стандартный способ. На самом деле, если говорить о степени многочтенов, то это не так важно, потому что ясно, потому что от одного типа переменной к другим можно перейти линейной, на действительными числам уж точно можно перейти линейной заменой переменных. Это все тоже. Здесь решено на действительными числам. Обычно, кстати, необязательно, но чаще всего на действительными числами. Ну и какие здесь Из-за этого сразу возникают вещи. Во-первых, вот здесь, когда мы хотим функцию точно вычислять многочленами. Если мы говорим про переменные, про случай, когда у нас переменная принимает значение минус 1,1, то это такая отдельная очень важная область. По сути, здесь возникает анализ Фурье. На самом деле, если мы посмотрим на маномы, вот в таких переменных минус 1,1, то они будут образовывать ортнормированные базы с относительно естественного скалярного произведения в пространстве. То есть мы смотрим на функцию как на вектор в 2n-мерном пространстве. У нее 2 в степени нмерном. У нее 2 в степени нмерном аргументов, у булевой функции. Ну и можно посмотреть просто на вектор значений функции. Это будет вектор в 2 в степени нмерном пространстве. Разных маномов у многочленов, ну да, кстати, я тоже не сказал, а это полезно. Почему хороши именно два вот таких вот способа записывать булевую функцию? Ну, есть одна очень важная причина, почему это делают обычно так. Вот в этом случае, если я попробую какую-то переменную взвести в квадрат, то смысла в этом большого не будет. Она останется просто равна себе. Если она равна 0 или 1, то x квадрат просто равен x. Вот здесь вот примерно то же самое. Если я попробую какую-то переменную взвести в квадрат, то тоже смысла большого в этом нет, потому что квадрат всегда просто равен 1. Поэтому вот если я пытаюсь рассматривать такие функции и пытаюсь записывать их в виде многочленов, то мне нет смысла взвать переменные в квадрат. Я могу считать заранее, что многочлен у меня мультилинейный. А значит, у него степень самая большая n. Максимальная степень, которая нам может потребоваться, n. То есть если у меня есть многочлен в какой-то большей степени, то я всегда могу стереть в него степень при каких-то переменных и получить многочлен в степени не больше n, а получить мультилинейный многочлен. Поэтому давайте заранее считать, что у нас квадратов переменных там не встречается. Мы всегда можем от них избавиться. И тут даже не важно, какую именно модель мы рассматриваем. Это просто верно. Всегда степень, можно считать, что она не больше, чем n. И тогда, теперь, если у меня многощина мультилинейная, то сколько у меня всего разных коэффициентов? Ну, их тоже 2 в степени n. Сколько всего разных мономов? Их тоже 2 в степени n. И если у меня вот такие переменные, и я рассматриваю для функции вот такое скалярное произведение, на самом деле естественное скалярное произведение в том линейном пространстве, которое я писал, ну и на самом деле оно будет такое. То есть я беру сумму, вот если у меня есть две функции, f, а другая g. И я могу смотреть на такое скалярное произведение. f на g. Ну, я, как я сказал, можно считать, что функция это просто вектор ее значений, 2 в степени n мерный. И тогда скалярным произведением можно считать, ну, если мы хотим сразу отнормировать, то проще сказать, что это вот что такое. Мот ожидания f от x умножить на g от x по случайному x, то есть по равномерному распределению на всевозможных x. Ну и вот, оказывается, что тогда маномы в плюс-минус-1 переменных образует артнормированный базис, ну и получается, что мы, если мы смотрим на это векторно, то вот эта модель вычисления многочленов, приближения бульфункций многочленами в переменных минус-1, это просто означает вот, что мы расписываем наш вектор, раскладываем по нормированному базису. Ну и дальше там всякие полезные простые свойства. То есть это там такие стандартные курсы университетские даже учат нас просто, что это очень полезно и хорошо. Там сразу равенство парсиваля возникает и много чего еще. И в принципе это такой важный и мощный аналитический метод, с помощью которого мы можем анализировать бульфункции. Ну и, наверное, вот на самом деле в эту сторону это все, что я хотел бы говорить. То есть вот про это я, наверное, больше рассказывать не буду. То есть я вот упомянул, что есть такая вещь. Понятно, что раз метод, раз есть такой вот аналитический метод, что мы можем просто вот с помощью, так с помощью многочленов расписывать функции и потом смотреть на коэффициенты. Это будут коэффициенты Фуррия, по сути. И понятно, что это можно много где применять после этого. И, наверное, в эту сторону я больше говорить не хотел бы. А в основном я хотел бы, значит, да. Теперь какой-то, как это все исторически появлялось. Наверное, самая первая модель, которая рассматривалась, была примерно такой. Это 60-е годы. Многочлены над действительными числами и приближение знаковым многочленов. Рассматривалась в связи с изучением искусственного интеллекта и в связи с интеллектуальными системами. Дело в том, что примерно так... То есть это такая довольно простая, ну, то есть очень ограниченная, простая модель для нейронов. Они примерно так устроены. То есть у них есть несколько переменных, как бы. Они получают, то есть они их собирают вместе, вычисляют какое-то неравенство и сравнивают с чем-то. Ну, в нашем случае с нулем. Неравенство может быть полиномиальное. Позже это тоже, то есть позже это постепенно перетекло в теорию машинного обучения. И до сих пор вот эта модель очень полезна в машинном обучении. Так что вот есть такая отдельная ветка, где многочлены нужны и полезны. Но я сегодня скорее хотел бы рассказать о другом. Я хотел бы рассказать скорее о том, как приближения многочленами помогают доказывать нижние оценки в теории сложности вычислений. Идея, глобальная идея такая. Давайте, наверное, где-то это здесь напишу. Значит, у нас есть модель вычислений какая-то. Их бывает много разных. Вот я просто сейчас хочу рассказать глобальный план, как мы хотим доказывать нижние оценки в какой-то модели. То есть доказывать, что что-то трудно вычислить в какой-то модели вычислений. И для этого вот как нам могут пригодиться многочлены. Значит, у нас есть какая-то модель вычислений. И вот мы хотим какую-то функцию вулеву в этой модели. Вычислять. И нас интересует какой-то параметр сложности. То есть можно вычислять как-то сложно, а можно вычислять просто. То есть, не знаю, есть время, есть память, есть разные параметры. Какой-то вот у нас есть параметр. И глобально такая стандартная интуиция здесь такая. Вот мы хотим доказать, что какую-то функцию вычислить нельзя легко. То есть в какую-то функцию вычислить трудно. И для этого мы сделаем следующее. Мы попробуем найти, почему наша модель слабая. Мы попытаемся понять, что наша модель слаба в следующем смысле. Если она что-то вычисляет быстро, то это что-то простое. Тоже в каком-то смысле. После этого все будет довольно просто. Мы берем какую-то функцию конкретную, доказываем, что эта функция, наоборот, сложная. В том же самом смысле. Тогда получается, что наша модель такой сложной функции быстро вычислить не может. Она вычислять только простые. Ну и вот одно из пониманий того, что такое простое и сложное, это вот это. Вот то, что я тут попытался изобразить. Это под простым мы можем понимать функции, которые приближаются многочленами маленькой степени, например. Если мы хотим таким образом доказывать нижние оценки, то нам нужно сделать две вещи. Нам нужно доказать, что если функцию легко вычислить в нашей модели, то тогда ее можно приблизить многочленам маленькой степени. Ну и вторая часть, которая нам нужна, чтобы доказать полноценную нижнюю оценку, это такая. Для некоторой, ну или некоторую функцию нельзя приблизить. В том же смысле, что и в первом пункте. Нельзя приблизить многочленам небольшой степени. Приближение может рассматриваться в каком-то из этих смыслов, и как раз вот в разных моделях вычисления могут пригодиться разные способы приближения. Поэтому их вот так много. Ну, в общем, с другой стороны, все они естественны. Вот. Ну и какой у меня дальше план моего рассказа? То есть в данный момент я более-менее считаю, что какой-то минимальный обзор дан. Ну и, в общем, общая картина. То есть в целом все выглядит, то есть самые такие стандартные, самые прямые применения многочленов выглядят примерно вот так. И дальше хотел бы дать просто конкретный пример такого результата. то есть хотел бы просто показать конкретный пример, то есть показать конкретные доказательства, в котором мы вот просто этим методом напрямую пользуемся. И нечто доказываем, нечто полезное. И потом я хотел бы рассказать второй сюжет, в котором уже, то есть просто тоже похожий на это, тоже в таком же ключе, но так там будет довольно любопытно уже, скорее, с точки зрения просто многочленов. То есть можно будет, не глядя на, с самого начала, не глядя на булевые функции, не глядя на сложность, посмотреть просто на многочлены, и будет нечто довольно любопытное. Ну, сначала я хотел бы дать просто пример вот результата такого типа. Так что если вот, потому что я сейчас написал, вопросов нет, то я бы перешел к следующей части. Если по определению вопросов нет, то я бы перешел. На самом деле мне сейчас снова потребуется куча определений давать. И я хотел бы стереть вот эту половинку доски. Это мне не потребуется, потому что про анализ Фурье мне говорить не нужно будет сегодня. И это мне тоже не потребуется. А говорить мы сегодня будем, то есть вот в этом примере мы будем говорить про булевые схемы. Булевая схема ограниченной глубиной. Ну и сейчас мне придется дать разных определений. Довольно много. Для начала мне нужно иметь всякие булевые связки. Давайте, значит, договоримся, что переменная x и t у меня в этой части рассказа, ну и на самом деле во всей оставшейся части рассказа у меня будут принимать значение 0,1. И мне потребуются разные булевые связки. Мне потребуется конъюнкция. То есть давайте напомню на всякий случай, что есть вот разные логические связки. Если у меня есть переменная x и t и x j и у меня бывает конъюнкция, у меня бывает дисъюнкция. Ну и определяется они довольно просто. То есть я могу перебрать все значения переменных и просто объяснить, где они как определены. Конъюнкция равна единице только ест, а когда они обе единицы. Ну что соответствует как бы бытовому предикату, то есть бытовой связке i. Да, согласен. Дизъюнкция. Это i, а это или. Ну это соответствует теоретикам множественным обозначениям тоже. Это как пересечение, а это как объединение. А дизъюнкция наоборот. Она равна единице. Она соответствует бытовой связке или. Она равна единице, если хотя бы одна из них, хотя бы одна из частей единицы. Ну и еще мне нужно будет отрицание. То есть если у меня есть какая-то x и t, то не x и t. Это в точности просто отрицание связки, отрицание x и t. Дальше мне нужно определить более схемы. Я сейчас попробую это сделать не очень формально, но с другой стороны, чтобы наоборот было все понятно и просто. Как устроена, что такое булевая схема? Булевая схема — это некоторая модель для вычисления булевых функций. И как она устроена? Она вычисляет булевые функции последовательно. То есть она от простых к сложным. То есть она начинает с самых простых булевых функций и потом постепенно может из них изготавливать более сложные. Какие бывают самые простые булевые функции? Ну просто переменные. То есть начинается с того, что у булевой схемы есть переменные. Дальше она может взять некоторые из этих переменных. Ну давайте я на самом деле какой-нибудь конкретный пример нарисую просто. И при этом не очень осмысленный, но просто чтобы без многоточий и без... Вот я, допустим, 6 штук возьму. Дальше от некоторых этих булевых переменных мы можем их все взять. Вот некоторые из них. И вычислить, например, конъюнкцию. То есть нам на вход подали 3 переменных. Мы берем... Нам на вход подали 6 переменных. Мы выбрали из них 3. И взяли конъюнкцию всех 3. Важно, что мы разрешаем брать конъюнкцию сколько угодно. Конъюнкцию от скольки угодно переменных сразу. Например, мы можем взять еще какую-то группу переменных и тоже вычислить от них конъюнкцию. Также мы можем вычислить дизюнкцию и отрицание. То есть мы можем взять какую-то переменную x1 и взять от нее отрицание. То есть каждый раз мы можем делать следующее на самом деле. Мы можем взять уже вычисленные нами элементы. Давайте я буду стрелочкой на всякий случай рисовать, чтобы было ясно, что во что подставляется. Мы можем взять уже вычисленные нами элементы, уже вычисленные нами булевые функции и вычислить от них какую-то из наших простейших операций – конъюнкцию, дизъюнкцию или отрицание. То есть я могу взять, например, вот эти две штуки, взять x3, взять x6 и вычислить дизъюнкцию от них. Потом я могу взять, например, какую-нибудь конъюнкцию еще и в нее подставить то, что я уже вычислил ранее. Ну, например, вот так. Ну и так далее. То есть, если говорить более формально, то булевая схема – это граф ориентированный. Вершины у него помечены либо переменными, либо булевыми связками. Значит, он ориентированный, в нем не должно быть стиклов, он должен быть ациклический, потому что мы должны это все делать последовательно, не должно возникать такого, что у нас получился цикл. Ну, в общем, надеюсь, более-менее это понятно. Значит, те вершины, которые помечены, если опять же говорить формально, те вершины, которые помечены переменными, в них не должно входить никаких ребер. А те вершины, которые помечены отрицанием, в них должно входить ровно одно ребро. Ну, а остальные переменные, которые помечены конъюнкциями и дизъюнкциями, в них может ходить сколько угодно ребер. Это уже не важно. Давайте договоримся, что будет один, поскольку мы вычисляем. Да, то есть нам нужно какой-то элемент пометить как выходной. Давайте, например, вот это пометим как выходной на нашей картинке. И давайте для простоты считать, что он один, но, конечно, модель тривиально вобщается на сколько угодно, то есть на большее количество выходных элементов. Поскольку у нас функция обычная выдает значение 0,1, то есть в том, что мы рассматриваем сегодня, то мы можем ограничиться одним выходным элементом. Вот. Теперь размер схемы. Что такое размер схемы? Это количество вершин графа. То есть, по большому счету, это количество шагов, которые нам потребовалось для вычисления нашего последнего элемента. И это такой основной параметр в булевых схемах. То есть, количество вершин в схеме, это на самом деле ее размер, это на самом деле такой основной параметр ее сложности. Чем больше размер, тем сложнее схема. Ну и тем сложнее, соответственно, было вычислить функцию. И второй параметр, который нам потребуется. То есть, просто в силу того, что я буду изучать схему ограниченной глубины, мне надо сказать, что такое глубина схемы. Глубина схемы — это длина максимального пути от переменной к выходу. Мы просто берем самый длинный путь, ведущий от переменной к выходному элементу, и он у нас и будет глубиной. На самом деле, даже можно определить глубину для любой вершины. Это длина максимального пути из переменной в эту вершину. Мне на самом деле понятие чуть позже потребуется. Ну вот, например, у этой вершины глубина, видимо, 1, потому что в нем подставляются только сами переменные. Любой путь, ведущий в нее, из переменной ведет, имеет длину 1. А вот у этой вершины глубина тоже 1. Ну а вот у этой, например, уже 2, потому что есть путь, например, из x2 через эту вот сюда. Ну а у этой вершины будет глубина 3, потому что есть вот такой путь. И это будет глубина схемы, потому что длиннее у пути уже нет. И что мы будем дальше рассматривать? Дальше мы будем рассматривать схему ограниченной глубины. Глубина у нас будет зафиксирована на некоторой константах, при этом произвольная. То есть она может быть сколько угодно большая, но она должна быть фиксирована заранее. И мы будем рассматривать схему вот такой фиксированной ограниченной глубины. В принципе, модель... Ну, во-первых, давайте я скажу сначала, что будет, если мы не ограничиваем глубину. И тогда у нас есть схема произвольной глубины, нас интересует размер схем. И да, кстати, он нас интересует, и схемы полинемиального размера мы считаем маленькими, а схемы больше, чем полинемиального размера мы считаем большими. То есть вот такое... В зависимости от n, да, вот от этого параметра n. По сути мы рассматриваем семейство схем, и точно так же мы рассматриваем на самом деле семейство функций. И если семейство функций вычисляется схемами полинемиального размера, мы считаем, что оно вычислимо быстро. Ну, это такое какое-то приближение к реальной жизни. То есть вот в каком-то смысле это означает, что, ну, значит, функция простая, и мы можем в реальной жизни ее тоже быстро вычислить. Это, конечно, приближение. Ну, то есть я не хотел бы сейчас в это сильно погружаться. То есть давайте просто договоримся, что у нас такая модель, и будем в ней жить. Вот. Если мы глубину схем не ограничиваем, то эта модель на самом деле очень сильная. все, что вычислимо за полинемиальное время, вычислимо схемами за полинемиальное время, это такая универсальная модель. И доказывать нижние оценки для нее непонятно как. В том смысле, что предъявить какую-то разумную функцию, для которой мы можем доказать, что вот просто произвольная схема, ее можно вычислить, нельзя вычислить, ну, неограниченная схема, без ограничения на глубину, нельзя вычислить схемы полинемиального размера, это мы просто не знаем, как делать. Это неизвестно, это как бы очень сложная задача. Если мы такое сделаем для разумной функции, если под разумной функцией понимать функцию какую-то из НП, что бы это ни значило, то мы решим проблему по НП. на самом деле. И поэтому задача, в общем-то, непростая. И нам, чтобы чего-то все-таки получить, приходится как-то схемы ограничивать, рассматривать не в непроизвольные схемы, а какие-то все-таки вот схемы, которые послабее, чем произвольные. И в данном случае мы рассмотрим схемы ограниченной глубины. Они по-прежнему на самом деле нетривиальны. С помощью них можно делать что-то содержательное, например. С помощью них можно складывать числа в двоичные записи. То есть бывает такая схема полиномиального размера, у которой, если на вход подать два числа в двоичные записи, например, по НБитов в каждом, то она вычислит их сумму тоже в двоичные записи. То есть бывает такая схема, она будет постоянной глубины, независимой от Н, и при этом полиномиального размера. Так что модель на самом деле остается нетривиальной, но с другой стороны она становится, тем не менее, достаточно слабой. И мы сейчас докажем, что какие-то, на первый взгляд, совершенно тривиальные функции в ней уже вычислить нельзя. Ну и, наверное, мы к этому перейдем. Тем не менее, доказать это не так просто. То есть нельзя вот просто так. То есть модель все-таки достаточно сильная, и вот сразу не очевидно, почему какую-то конкретную функцию нельзя в ней вычислить быстро и легко. И, наверное, я могу сейчас сказать, для какой функции мы будем доказывать нижнюю оценку на размер схемы вот такого вида ограниченной глубины. А именно речь пойдет о функции такой, функции четность. И обозначать я буду вот так. И функция, на самом деле, довольно простая. Она вычисляет просто сумму x итах по модулю 2. То есть ее значение равно числу единицы, оно равно единице, если среди входов нечетное число единиц, и оно равно нулю, если среди входов четное число единиц. Просто это можно записать вот так. Вот такая простая функция, и оказывается, что ее нельзя вычислить схемой ограниченной глубины и полиномиального размера. И сейчас мы как раз это докажем, и мы воспользуемся вот той схемой, которая была здесь, схемой легальства, которая здесь была написана. Наверное, мне придется стереть ту часть доски, потому что иначе я не умещусь никуда. Значит, давайте я сейчас сформулирую для начала. Из нашего доказательства можно будет довольно точно сказать, что именно все-таки мы доказываем в смысле параметров. То есть можно будет указать вполне себе точные конкретные параметры того, что мы докажем. Но давайте пока сформулируем это неформально, не очень четко. А в конце языкальства уже будет видно, что там, что получится на самом деле. Значит, это некоторая теорема. И это такое очень стандартное и чистое применение вот того полиномиального метода, о котором я сейчас хочу рассказать. И получено это все было, то есть этот метод получен был в работах Разборова. 87-й год. И есть еще вторая работа Смоленского. Тоже 87-й год. Там были доказаны немножко разные результаты. Вот в этом духе. Но на самом деле метод один и тот же. Метод примерно один и тот же. И метод примерно то, что я сейчас расскажу. Конечно, я немножко упрощаю на самом деле. То есть они доказали мне нечто более сильное. Я сейчас немножко упрощу то, что они доказали. Не существует схемы полиномиального размера и ограниченной глубины, вычисляющих функцию от n-переменных. Ну и так, как и было обещано, на самом деле видно, что у нас не одна функция, а на самом деле семейство функций. Здесь у меня и пробегает от единицы до n. И n-параметр. n может быть любым. И по сути у нас есть семейство функций. И что утверждается? Утверждается, что нет семейства схем. То есть нет последовательности схем, у которых размер ограничен полиномом, каким-то полиномом от n. На самом деле мы докажем, что нечто более сильное. Мы докажем, что схема, если мы хотим все-таки вычислить эту функцию, то схема должна быть экспоненциального размера. Но мы сейчас из доказательства просто увидим, какие параметры будут получаться. Как мы будем это доказывать? Как и было обещано. Мы сейчас докажем, что такие схемы в каком-то смысле слабые. А именно, все, что можно ими вычислить, вычислить такими схемами небольшого размера, все это можно приблизить многочленами. Какими именно многочленами? Здесь у нас будут многочлены над конечным полем. Значит, многочлены у нас над полем из трех элементов будет. В каком смысле будет пониматься приближение? В точном смысле. То есть мы хотим, чтобы для конкретной точки P от X равнялась F от X. Это вот так мы будем понимать приближение. И, наконец, мы хотим, чтобы он приближал не во всех точках, а в большом количестве точек. Приближение в большинстве точек. Сейчас мы докажем, что если у нас есть схема такого вида, то ее можно приблизить к многочленам над полем из трех элементов. Приближение будет, то есть в каждой точке в большинстве точек при этом многочлен будет равен просто значению функции. В некоторых точках он может ошибаться. Но тем не менее, в большинстве он будет равен значению функции. Ну и если размер схемы маленький, то степень многочленов окажется небольшой. Ну и вот доля этих точек, в которых мы ошибаемся, тоже окажется небольшой. Ну а потом нам придется еще доказывать, что вот эту функцию, если мы успеваем, что вот эту функцию нельзя приблизить к таким многочленам. Вот. Ну давайте доказывать, что схему можно приблизить к многочленам. Как мы это будем делать? Ну, как мы описывали схему? Схема по шагам что-то там вычисляет. То есть она начинает с переменных и постепенно вычисляет элемент за элементом. Ну примерно так же мы будем и приближать нашу схему. То есть мы на самом деле будем для каждой вершины схемы строить многочлен, который приближает функцию, которая вычисляется вот в этой вершине схемы. Поле из трех элементов. F3 я написал. Могу как-нибудь по-другому. Значит, если так будет лучше. Имеется в виду поле из трех элементов. То есть у нас просто вычеты по модулю 3. Можно Z3 написать. Вот. Ну хорошо. Значит, давайте просто последовательно приближать элементы схемы. Давайте их как-то обозначим. G1, G2, G3. Давайте элементы схемы будем обозначать буквами G. Хотя зачем мне лучше буквами F их обозначать? Это же функция. И давайте просто начнем с того, с чего все начинается. Если у нас есть переменная, то мы их просто приближаем к переменную. То есть P, И, и там у нас есть X, И, то P, И будет от X будет просто равен этой переменной. То есть переменная приблизить очень легко. Мы просто выдаем. Ну то есть просто многочлен будет равен к самой этой переменной. Вот здесь вот я должен оговориться. Здесь мы приближаем в большинстве точек булева куба все-таки. То есть, естественно, нас интересует все-таки значение переменных, которым мы подставляем в многочлен, только 0 и 1. Хоть многочлен над полем из трех элементов, мы не все элементы поля в него подставляем. Нас интересует только, что он делает на 0 и 1. Значит, как приближать к переменной, вроде бы понятно. При этом никакой ошибки не происходит. То есть многочлен всегда в точности равен значению функции во всех точках. То есть вот про большинство пока не возникло нигде. Дальше. Что делать, если очередной элемент — это отрицание чего-то? У нас очередной элемент F и T, и он есть отрицание F, J, какого-то предыдущего элемента. Тогда для предыдущего элемента у нас уже многочлен был. Давайте, начнем для нового элемента, P, сейчас здесь тоже X, полезно приписать. Он будет просто равен вот такому. Так, что мы видим? Что степень не выросла, что ошибок новых не добавилось. Если P, J, совпадал со значением F, J, то P, J будет совпадать со значением F, J. То есть если предыдущий в какой-то точке не ошибался и выдавал правильное значение предыдущий многочлен, правильное значение функции, то и новый многочлен будет выдавать правильное значение новой функции. Содержательный случай происходит, когда у нас речь идет о дизъюнкции. Что делать, если F, J, это дизъюнкция нескольких штук предыдущих элементов? F, J, один, дизъюнкция. F, J, K. Вот это содержательный случай, его придется сейчас обсуждать. Давайте, прежде чем мы это будем делать, я скажу, что после того, как мы обсудим дизъюнкцию, конъюнкцию обсуждать уже не обязательно, потому что конъюнкцию можно выразить через дизъюнкцию отрицания. Ну, если у нас есть конъюнкция в схеме, мы можем просто заменить ее на дизъюнкцию, здесь предварительно применить отрицание везде, и в конце снова применить отрицание. А конъюнкция в этой истории просто произведения, да. А степень вырастает сильно, когда перемножаешь. Просто здесь стрелочек может быть очень много, больше, чем N. И если просто их перемножить, то степень сильно вырастет, в этом большая проблема. Так что вот так просто не получается. Тем не менее, оказывается, что удобнее, то есть, в принципе, может быть, из этого еще соображения, что может быть просто удобнее работать с конъюнкцией, а не с дизъюнкцией, наоборот, потому что это же просто произведение, но оказывается, что удобнее работать, наоборот, с дизъюнкцией. Чудеса, но вот мы сейчас увидим, что это так. Ну, смотрите, давайте посмотрим какой-нибудь конкретный путь. На нем были какие-то дизъюнкции, и мы заменили их каждую на три элемента. То есть, путь увеличился максимум в три раза. А размер тоже увеличится полиномиально, на самом деле. Может, конечно, квадратично вырасти, но на самом деле это небольшая проблема. То есть, здесь ничего катастрофического не произойдет. То есть, можно всегда избавиться от конъюнкций и ограничиваться только дизъюнкциями. Вот. Так, так что же делать? Давайте для начала посмотрим отдельно на функцию дизъюнкции. Вот у нас есть дизъюнкция. x1, дизъюнкция и так далее, xn. Давайте я другие переменные какие-то сделаю. Во-первых, ее можно просто вычислить многочленом в точности. То есть, можно сказать, что она равна вот чему. Это единица минус произведение. Единица минус y и t. Где i пробегает от единицы до k. Конечно, это было бы проще, если бы мы говорили о конъюнкции. Действительно, просто было бы произведение переменных. Но здесь я, по сути, написал ровно то, что я написал здесь. Я сначала применил отрицание, потом, ну, если я здесь напишу дизъюнкция, здесь конъюнкция, все останется все равно верно, то, что я здесь нарисовал. Но, по сути, я именно так вычислил дизъюнкции. Сначала применил отрицание, потом конъюнкция, потом снова отрицание. Ну, и, с другой стороны, несложно проверить, что если все y равны нулю, то справа будет что 0, это будет единица. Здесь все множители будут единицы. Вычтем, получится 0. А если хоть один из них равен единице, то будет множитель, который равен нулю, и будет единица. Так что, действительно, вот есть такое верное равенство. Но оно нам не подходит. Последующая причина. Степень очень большая. Эта степень нас не устроит. В элемент, то есть, вот, у нас здесь может быть k, вообще-то говоря, каким-то поленомом от n. Оно может быть даже больше n. И мы перемножим здесь больше, чем n разных многочленов. И не видно, как потом оценить степень. Непонятно, что делать. Поэтому прям вот так у нас не получится. Тем не менее, эта идея тоже полезна, и мы пока ее оставим висеть. А нам потребуется другая идея. Давайте сделаем следующее. Давайте рассмотрим случайное подмножество. То есть, вот у нас был многочлен. Давайте я вот что сделаю. Вот у меня есть многочлен f и это. Он у меня... Нет, давайте это делать не буду. Все, давайте пока так. Значит, рассмотрим случайное подмножество. Вот этого множества. Случайно, в смысле, мы берем равновероятный случайно подмножество среди всех подмножеств. Это множество среди всех подмножеств. Это вот этого множества от 1 до k. И давайте сделаем следующее. Давайте через g обозначим вот что. g от x. Обозначим вот что. Давайте сложим все f и t. Давайте как-то это множество t обозначим. Ну, нет, не буду. Давайте сложим все f и t по i, принадлежащим t. Сейчас. У меня здесь с индексами проблема. g, l, t по l, принадлежащим t. И возведем в квадрат. И попробуем понять, что получилось. Во-первых, зачем возвел в квадрат? Просто чтобы этот многочлен принимал значение, чтобы это выражение принимало значение 0,1 всегда. Чтобы оно не принимало значение 2. Только для этого. Теперь полезно понять, что происходит. И надо посмотреть сейчас. Наверное, будет проще, если я буду в терминах у все это делать. Наверное, будет проще, если я буду в терминах у, мне проще писать просто будет, проще смотреть на это будет. Что будет, если все у были равны 0, у1 и так далее, ук равнялись 0. Ну, тогда g тоже равен 0. g от y, извините. И все в порядке. Это как в простой случае. Интересно, что будет, если у нас существует какой-то y и так далее, который 0 не равен. Что будет тогда? Давайте посмотрим, что происходит с g от y. Тогда оказывается, что вероятность, по случайно выбранному t, того, что g от y не равен 0. Про эту вероятность можно что-то сказать. Оказывается, что она не меньше 1 второй. Оказывается, что с вероятностью не меньше 1. Сейчас, снова я, сейчас, я пока вот даю возможность над этим это осознать. Мы сейчас это обсудим. Я попробую спасти, ну хотя ладно, параметр, я просто параметров очень много использовал. И мне будет трудно с обозначениями сейчас. Но ничего страшного. Вот, утверждается вот такое. Видно ли это? Так, а почему, это можно ли как-то это сказать? Либо попало, либо попало, либо не попало. Вот если он один, значит одна вторая, а если их там несколько, значит больше. Ну да, можно разбить все множество t на пары. Такие, которые, на пары множества, которые отличаются только в этом элементе. Одно его содержит, другое нет. А остальные элементы в них одинаковые. И тогда хотя бы на одном из двух вот это многочлено будет не равен нулю. На одном из каждой пары. Ну а значит всего, ну то есть как минимум на половине множества t будет многочлено не равен нулю. Ну вот и прекрасно. А теперь мы можем с помощью нашей старой идеи сделать это приближение лучше. То есть сделать вот эту вот штуку, ну да, собственно, не равен нулю. На самом деле в нашем случае, ведь я же квадрат возвел. Если g от y не равен нулю, значит вот эта штука не равна нулю. Значит она равна либо единице, либо двойке. Значит в квадрате это равно единице. Поэтому здесь я могу смело написать, что он равен единице с вероятностью не меньше одной второй. Ну а теперь я эту вероятность могу, вероятность того, что у меня все хорошо, я могу увеличить. Давайте мы теперь возьмем не одно множество t, а множество, возьмем много. Так, надо где-то здесь не отделиться. Значит возьмем случайно и независимо множество t1 и так далее. t, пусть будет m. Ну это подмножество ровно там же. Тогда вероятность того, что хотя бы... То есть если все у были равны нулю, то все соответствующие элементы... Ну то есть я соответственно точно так же определяю элементы многочлены g1 и так далее. Так, мне кажется, пора уже что-то стереть. Наверное, это вот эта часть. И тогда если все переменные были равны нулю, если все у были равны нулю, то все они будут равны нулю. А если хотя бы один из у был равен единице, то вероятность того, что мне ни разу не повезет, что все они окажутся равны нулю, она будет не больше, чем единица на 2 в степени m. И теперь мы можем сделать следующее. Давайте вот теперь многочлен p от... Ну или давайте я вот пока напишу как-то многочлен g какой-то... g от y. Давайте напишем вот таким. Это будет 1 минус произведение 1 минус g и t от y. И y пробегает от 1 до l. И тогда, если y1 равнялось y до m, если все у были равны нулю, то и g будет равен нулю. То есть я на самом деле сейчас просто взял вновь вот эти новые многочлены g1, gm и подставил к ним нашу старую идею. Если все у равны нулю, то и g будет равен нулю. А если существует такое и, что y равняется единице, то тогда g от y равняется нулю, с вероятностью очень маленькой. Вероятность этого, она не больше, чем единица на 2 в степени m. Ну вот нам параметр m придется сейчас еще подбирать. Но давайте пока поймем, что мы получили. Теперь в чем идея? Вот как мы получаем этот многочлен для f и того вот в этой ситуации? Ну мы просто берем вот этот многочлен g и вместо y подставляем просто вот все эти многочлены для fg1, fgk. То есть у меня здесь были многочлены для pg1, pgk, которые я уже построил. То есть что я делаю? Я подставляю их вот сюда вместо y для каждого же отдельно. И получается, что у меня есть такой многочлен, снова от переменных x, и это будет многочлен p, p, и для следующего элемента. Давайте, то есть что мы теперь можем сказать? Значит, давайте прикинем, какая у него степень. У этого нового, понятно ли, что произошло? Я вот сейчас в какой-то момент вместо y подставил то, что у меня было до этого. Тогда какая степень будет у паитого? Она будет не очень большая. Она будет, то есть можно на самом деле сказать, вот такую оценку. Она не больше, чем 2. 2, видимо, m. И сколько раз мы, то есть что произошло за этот шаг? У нас степень умножилась на 2m. И h. Где h? Глубина вершины fg. Ну действительно, то есть как бы я сейчас на самом деле что-то пытался сэкономить, но на самом деле я хочу сказать вот что. Что глубина степени этой вершины не больше, чем 2m на максимум степеней предыдущих. Максимум по какому-то l степеней fg в рельтах. Ну действительно, мы многочлены, вот эти многочлены старые, подставили сюда, и после этого они возвелись в квадрат, их степень удвоилась, а потом мы все это дело еще перемножили, ну то есть вот подобные вещи перемножили m раз, и степень умножилась еще на m, суммарная степень умножилась на 2m. Ну а теперь если я буду говорить, то есть если я... Теперь индукции по глубине просто на самом деле можно дать вот такую оценку. То есть все... Шаг индукции по сути у нас сделан. У предыдущих вершин глубина на единицу меньше, поэтому их степень то же самое, в степени h-1 максимум. Ну а значит у меня есть вот такая оценка. Вот. И давайте теперь поймем, вот сейчас мы описали что? Мы описали, как последовательно приближать каждый элемент схемы. Так мы дойдем до последнего элемента, и тоже его приблизим. Какая будет суммарная ошибка? В какой доле точек мы будем ошибаться в конце? Видно, что каждый раз мы добавляем максимум вот столько точек, вот такую долю точек, вот на такой доле точек мы ошибаемся. Поэтому в конце доля точек ошибки она будет такая. Она не больше, чем... Ну вот это на количество элементов. То есть в худшем случае мы каждый следующий, при каждом следующем, в каждом следующем элементе схемы у нас будут новые ошибки. Они не будут пересекаться со старыми. И тогда у нас суммарно будет вот столько ошибок, где S это размер схемы. Ну все, у нас есть оценка на степень. Вот она. Правильно. М. Это вот это вот М. И получается, что... Мы оценили, какая будет доля ошибок, мы оценили, какая степень. Теперь нам параметр М надо бы подобрать. Сейчас. Ой, извините, я порвал трубочку. Да, значит, это будет на промежуточном шаге. Давайте я оценю степень в конце. Вот в конце у нас появился какой-то многочлен П, который вычисляет окончательную функцию F. Приближает ее, вернее. И степень П будет не больше, чем 2М в степени Д. Где Д, это глубина схем. Ну вот. Теперь нужно сфиксировать параметры. Мне придется стереть картинку. Благо, она уже не понадобится. И осталось сфиксировать параметр М. Ну и на самом деле, поскольку я знаю, что будет дальше, я могу уже сказать, что М можно взять равным... Ну, мне полезно эту одну-вторую как-то съесть. А дальше я могу сказать, что у меня... что у меня N в степени единицы на 2D. Ну и тогда что у меня получится здесь? У меня получится S, деленное на вот это. И на самом деле в качестве S теперь я могу взять вот что. Например, одну сотую. Ну, какое-то число мне нужно будет такое, небольшое. На 2 в степени вот то самое M. То есть D это глубина схемы. S это размер схемы. Size и Depth. Ну, а M это наш параметр. Таким образом, что мы получили? Мы получили, что если у нас схема не больше, чем вот такого размера и глубины D, то тогда мы приблизили нашу функцию до какой степени? Мы получили многочлен степени корень из N. Давайте я напишу, что тогда степень P не больше, чем корень из N. Ну, давайте напишем степень 1 и 2. А при этом доля точек ну, давайте напишу это как в вероятностных терминах. Вероятность по случайному X, что P от X не равняется F от X, она будет маленькая, она будет не больше, чем 1 сотая. То есть доля точек, на которой мы ошибаемся, она очень маленькая, не больше, чем 1 сотая. Теперь мы… То есть, какой дальше план? Так. Сейчас. Во сколько еще раз я заканчиваю? Ага. То есть скоро. Понял. Тогда, значит, все будет примерно так. То есть, что мне на самом деле осталось сделать, чтобы получить окончательный результат? Значит, у нас есть… Мы доказали, что если функция вот эта вот вычисляется схемой вот такого размера, тогда ее можно приблизить вот таким вот многочленом, многочленом вот такой небольшой степени, корень из N, и при этом приблизить достаточно точно. Доля точек, в которых он будет отличаться, она будет не больше, чем 1 сотая. Теперь что нам надо сделать, чтобы… То есть мы доказали, что наши схемы слабые. Схема вот такого размера всегда может быть приближена вот таким многочленом с такой точностью. Что нам осталось сделать? Нам надо доказать, что эта функция с другой стороны трудная. Такую функцию нельзя приблизить многочленом на такой степени, с вероятностью не больше, чем 1 сотая. Ну и вот теперь у меня некоторые дилеммы. То есть я могу либо рассказать вот это, и тогда у меня кончится время, либо могу рассказать что-то вообще другое быстро и может быть не очень понятно. Ну хотя надо просто успеть рассказать что-то другое, а это оставить, ну вот, осталось сделать такой шаг. Я не знаю, что будет интереснее, что лучше. Это лучше дорассказать до конца. Хорошо. Да, здесь на самом деле, то есть нам осталось такой результат получить уже скорее про многочлены. То есть у нас есть конкретная вполне функция, и мы хотим понять, почему ее нельзя приблизить к многочленам небольшой степени. Но доказательство, тем не менее, будет такое достаточно комбинаторное. И, наверное, я могу теперь стереть все вообще вот отсюда и до конца. И давайте разберемся, почему. Значит, теперь я буду наказывать такую лему. А вот эта функция, которую мы предъявили, то есть которую мы определили, отличается от любого многочлена степени не больше, чем корень из n на не меньше, чем вот такой доля точек. Многочлен, напомню, что он у нас полем из трех элементов. f от x f3, то есть поле из трех элементов. Так, значит, как мы это будем доказывать? Ну, пусть у нас есть какой-то многочлен P. Пусть G это множество точек, где P от x совпадает с нашей функцией. Давайте нашу функцию для простоты обозначить через f с f от x. Первым делом полезно сделать некоторую замену переменных. Давайте перейдем от переменных x к переменным y. y это будет равно x это плюс 1 по модулю 3, естественно. Мы отпулем из трех элементов. Зачем мы это сделали? Польза такая. То есть, вернее, давайте вспомним, что произошло. Единица перешла при этой замене во что? В минус единицу. А 0 перешел в единицу. По сути, я только что перешел от переменных 1, 0 к переменным минус 1, 1. Наполим из трех элементов. Чем это хорошо? Тем, что моя функция f от x ну, эта функция четность если я напишу в переменных y то она выглядит очень просто и приятно. Это просто произведение всех переменных y1 на y2 на yn. Конечно. вы доказали то же самое суждение про поле из трех элементов и про поле из внутреннего. Верно ли, что мы доказали про поле из двух элементов тоже? Да, да, да. То есть, это в принципе работало над любым более-менее над любым полем. То есть, надо было с правильной степенью возводить. Единственное, что над полем из двух элементов вот это бы уже было неверно. Да. f от x. Где f от x. я просто для краткости обозначил f от x. Вот. Давайте сделаем замену переменных. От переменных 1,0 перейдем к переменам минус 1,1. И тогда у меня моя функция четность запишется очень просто. Это будет многочлен. Вот очень просто. Это будет просто произведение всех переменных. То есть, это на самом деле маном максимальной степени. Как мы обсуждали, нет смысла делать какие-то переменные в квадратные. И вот мы говорим, что мы... Да, а g перейдет в какой-то g штрих. g при этом перейдет в какой-то g штрих. минус 1,1. И теперь мы сделаем следующее. Посмотрим на все функции... То есть, вот сейчас появится комбинаторная часть вот этого доказательства. Рассмотрим функции из g в минус 1,0,1. Просто рассмотрим все такие функции. на области определения g штрих извините в три значения минус 1,0,1. Утверждается, что эти... Ну вот функции... Мне нужно тоже какое-то обозначение для нее g маленькое, допустим. Утверждение g маленькое можно вычислить многочленом степени степени не больше, сколько? n пополам плюс корень из n пополам над полем из трех элементов. f3 вычислить в точности. Ну как у нас просто во всех точках. Во всех точках же штрих. Почему? Ну потому что... Ну то есть глобально потому что у меня есть многочлен какой-то вот этот p. Кстати, он тоже при какой-то p-штрих при нашей замене переменной. p от x перешел в какой-то p-штрих от y. И важно, что замена переменной была линейной, его степень не увеличилась. То есть я сделал линейную замену переменных. Многочлен может там изменился как-то, но его степень осталась небольшой. И сейчас этот многочлен в точности вычисляет вот такую штуку. То есть он просто равен во всех точках же штрих. Он просто равен вот этому произведению. И с помощью него я сейчас смогу для любой функции просто сильно понизить степень многочлена, которая она вычисляется. Вот здесь. Нет. Здесь важно, что у меня же штрих, потому что вот этот многочлен p от x он не на всех, не во всех точках 0,1 совпадал с f. Я выбрал специально те точки, где он совпадал с f. Да. Да, да. Функция g произвольная. Функция произвольная. И утверждает, что вот берем произвольную функцию из g' в минус 1, 0,1 утверждается, что ее можно вычислить в многочлен. Какая бы она там ни была, неважно. И на самом деле для качества довольно простое. Во-первых, ее просто-напросто давайте для начала забудем про степень. Вот если я про степень здесь забыл, то это более-менее очевидно. Любую функцию можно вычислить многочленом. Ну, на самом деле, можно просто выявно выписать, не так сложно. Ну, то есть, может сказать, что это упражнение. А проблема в том, чтобы степень сделать маленькой. На самом деле, этой проблемы нет. Давайте вычислим уже каким-нибудь многочленом большой степени, то есть, ну, непонятно каким, но там могут быть маном большой степени. И если есть маном степени, то есть, степени больше, чем нужно, чем положено, мы сейчас его заменим на что-то лучше. То есть, если, значит, рассмотрим, какой-то многочлен, так, P я использовал, ну, R. R многочлен для G. Если в R есть маном произведения Y итых по И, принадлежащему такому-то S, и это S большое, больше, чем положено. Давайте сделаем с ним следующее. Я вот здесь это отдельно напишу сейчас. Я беру это произведение Y и пользуюсь тем, что у меня значение переменных плюс-минус 1,1. Я могу сказать, что это произведение всех Y по Y, принадлежащим от 1 до N, умножить на произведение лишних Y, на произведение тех Y, которые мне не нужны, не принадлежащих S. Вот. Это в точности наша функция. S это подмножество переменных. То есть я взял произвольный маном слишком большой степени в R, взял произведение, он выглядит вот так, но я про коэффициент забыл, мне не важно, какой-то коэффициент. Здесь S больше, чем N-пополам плюс, здесь не читается, N-пополам плюс корень А-пополам. То есть больше, чем вот здесь заказано. Мы сейчас берем произвольный маном и от него избавимся. Делаем мы это так, мы переписываем его в таком виде. То есть на самом деле я добавил квадрат всех переменных, которые не в S. Один раз я вписал их сюда, а второй раз я вписал их сюда. Здесь произведение всех переменных, а здесь получилось произведение переменных, которые вне S. Вот. Вот это в точности функция вот эта. И значит, я могу сказать, что это в точности равно p' от y. Ну, я просто заменил это произведение переменных на p' от y. Теперь вот здесь у меня степень не больше, чем... Ну, раз в s было n пополам плюс корень из n пополам, то здесь будет не больше, чем n пополам минус корень из n пополам. Ну, а здесь у меня степень не больше, чем корень из n, поскольку мы так вот взяли. Такой многочлен взяли. Поэтому суммарная степень получилась меньше. Всё. И так мы делаем с каждым маном. И получается, что у меня получился многочлен степени маленькой для произвольной функции. Ну, а теперь надо просто прикинуть, сколько всего функций и сколько всего у нас получилось многочленов. То есть мы доказали, что для всякой функции такого вида есть многочлен в небольшой степени. Так. Это кусок старого доказательства, его можно уже мерно стереть. И осталось мне просто сказать вот что. Сколько всего функций? Ну, их три в степени области определения. Три в степени размера G'. Для каждой точки я могу задать одно из трёх значений. Получается, что их вот столько. Количество многочленов. Сколько многочленов? Вот в такой степени. Но их три в степени количества маномов. Потому что для каждого манома я могу выбрать один из трёх коэффициентов. Поэтому это три в степени количества маномов. А количество маномов это сколько? Ну, это такая вот сумма биномиальных коэффициентов будет. По и от единиц от нуля до вот того, что положено. n пополам плюс корень из n пополам. Биномиальных коэффициентов c из n по i. Таким образом, что мы сейчас доказали? Мы доказали, что для всякой функции есть свой многочлен. А значит, многочленов не меньше, чем функций. Значит, g' должно быть не больше, чем сумма биномиальных коэффициентов. Ну, теперь осталось просто прикинуть, чему это равно. Но это не больше, чем... То есть сумма биномиальных коэффициентов до середины. Это не больше, чем 2 в степени n. Ну, давайте я так напишу. Первую половину биномиальных коэффициентов я могу оценить вот так. Давайте я, вернее, даже... Давайте я даже лучше сделаю. Давайте я... Я хочу ведь о долях говорить. Я здесь говорю о долях. Поэтому давайте я все поднимаю 2 в степени n. g' — это было подмножество в 0,1 в степени n. g' — это подмножество в 0,1 в степени n. Поэтому мне нужно говорить о долях. Что если мне нужно говорить о долях? Нужно поделиться на 2 в степени n. Давайте я это сделаю. Ну, тогда первая половина не больше 1, 2. Дальше у меня остается сумма биномиальных коэффициентов. по i от n пополам до n пополам плюс корень из n пополам на 2 в степени n. Теперь можно вспомнить, что средний биномиальный коэффициент — это примерно 2 в степени n на корень из n. Но там еще коэффициент. И всего их порядка корень из n. Средний из них самый большой. Поэтому если здесь оценить, то у меня здесь чисел, каждое число не больше, чем корень из n. 2 в степени n на корень из n. Всего их корень из n. Поэтому сумма не больше, чем 2 в степени n на некоторую константу. Ну, и там константность ли получится такой, что будет мало. Можем посчитать. Но на самом деле, то есть будет явно меньше, чем 99 сотых. Можно поверить. Можем, в принципе, и прикинуть. Просто мне так уже довольно скоро заканчивать. Я, тем не менее, хотел сказать что-то про вторую часть. Ну, вот такой, на самом деле... Мы хотим написать здесь... Давайте я в конце напишу. Я хочу написать, что это не больше, чем 99 сотых. Вернее, даже строго меньше. Получается, что множество точек, на которых мы совпадаем, ну, для множества уже то же самое. Получается, множество точек, на которых... Если мы взяли какой-то многочлен, то множество точек, на которых он совпадал с этой функцией, их доля не больше, чем 99 сотых. А значит, доля точек, на которых они не совпадают, не меньше, чем 1 сотая. Это что мы хотели как раз. То есть на самом деле доказательства во многом комбинаторные. То есть мы в какой-то момент просто прикидываем, сколько функций, а сколько многочленов такой типичный метод. В сложности вычисления у нас довольно типичный метод. Так, значит, ну вот, собственно, часть, которую я хотел рассказать про... То есть давайте поймем, что мы сделали. Мы на самом деле провели одно такое рассуждение того типа, как мы обсуждали вначале. Мы доказали, что какую-то функцию сложно вычислить в какой-то конкретной вычислительной модели. Как мы это сделали? Мы доказали, что все, что можно вычислить легко в этой модели, можно приблизить к многочленами в небольшой степени. А все, что... Нашу функцию нельзя. Значит, пара таких общих слов. На самом деле все это можно по-разному обобщать и дальше с этим что-то делать. Например, как уже было сказано, поле из трех элементов здесь совершенно не по существу. Может быть, поле из любого другого конечного числа элементов. На самом деле можно даже перенести это на многочленное над целыми числами, что будет уже сложнее технически. И, наверное, я уже стер все те места, где я могу это сказать. То есть мы в какой-то момент здесь выбирали случайное множество t. Если мы хотим делать то же самое над целыми числами, то нужно выбирать что-то более сложное. Нужно будет выбирать сразу много множеств. Потому что нам нужно каким-то образом гарантировать, что значение функции... То есть в какой-то момент мы здесь гарантировали, что многочлен, который получается, он принимает свое значение 0 или 1, просто взведением в квадрат. А над целыми числами это нужно гарантировать как-то по-другому, и это более сложно. Но все равно это можно сделать. И на самом деле можно сделать над целыми числами. И таким образом можно для чуть более сильных схем доказать подобные же вещи. То есть в схемах можно разрешать использовать... Даже в том доказательстве, в котором мы обсуждали, в схеме, например, можно было использовать сложение по модулю 3. То есть можно было взять... Мы использовали конъюнкции и изъюнкции отрицания. Можно было разрешить в схеме также использовать такие функции. Она складывает все свои входы по модулю 3, сравнивает с нулем. Если 0, то выдает 0, если не 0, то выдает 1. Эти элементы можно было добавить, и все равно наше рассуждение прошло бы, потому что такие элементы тоже легко приближаются. То есть основная проблема, тем не менее, была с дизъюнкцией, про которую здесь рассказывалось. И на самом деле Разборов и Смоленский тоже изучали именно такие схемы. То есть подобная оценка была известна раньше и до этого результата, а вот такие усиленные оценки известны не были. Ну и здесь можно разные другие вещи делать. Можно добавлять какие-то пороговые функции туда, но, в общем, я, пожалуй, про это сказать ничего уже не могу. Наверное, тогда я хотел бы сделать следующее. То есть вот я рассказал просто пример такого результата, который дает какую-то интуицию, как возникают многочлены и приближение многочленами в сложности вычислений. Теперь я хотел бы сказать еще одну такую забавную вещь. Иногда оказывается, что сложности вычислений бывает, наоборот, полезны, чтобы понимать какие-то вещи про многочлены. То есть вот я сейчас формулирую некоторый вопрос, который только про многочлены будет. И оказывается, что чтобы на него ответить, ответить на него нетривиально, но можно. И для этого приходится смотреть на какую-то комбинаторику, смотреть на какие-то вычислительные модели. А вопрос будет примерно такой. Давайте мы рассмотрим 100 многочленов над действительными числами. Значит, дальше мы рассмотрим на этот раз приближение в каждой точке области определения. То есть нас интересует приближение. Теперь мы не хотим, чтобы были точки, в которых мы ошибаемся. Мы хотим, чтобы мы в каждой точке обязательно вычислили правильно. И давайте для булевой функции f определим две вещи. Вещь первая. Степень функции f. Давайте через нее просто обозначим минимальную степень многочлена p, что для любого х из области определения p от х равняется f от х. То есть просто такая минимальная степень многочлена, которая в точности вычисляет функцию, значение которого просто в точности совпадает с значением функции в каждой точке. А вторая мера, которую хотелось бы тоже назвать, степень 1 треть f. Это минимальная степень многочлена, которая приближает функцию в каждой точке. Разность не больше 1 трети. Не больше 1 трети. Меньше 1 трети. Значит, про первое. Первое личное довольно несложное. Такой многочлен на самом деле единственный по существу. Если мы ограничимся только мультилинейными многочленами, то есть мы уберем все квадраты, такой многочлен будет на самом деле просто единственный. Потому что иначе мы бы вычли, получили бы многочлен нетривиальный, который вычисляет тождественную нулевую функцию. И там можно грамотно подставить вход так, чтобы было противоречие. Все на самом деле просто единственный. Здесь таких многочленов много. Но что про эти две вещи очевидно сразу? Например, очевидно, что вторая величина, она не больше первой. И теперь можно задаться таким вопросом. Насколько меньше она может быть? Можем ли мы доказать какую-нибудь такую оценку, что эту можно как-то снизу ограничить через f? Ну, какой-нибудь степени одноката и тут какая-нибудь константа. Вот таким вопросом мы вообще-то можем задаться. И не очень понятно, как бы как. В общем-то вопрос вроде бы про многочлены просто. Мы зафиксировали какую-то... Что мы сделали? Мы рассмотрели точки, в которых каждая координата 0,1. Мы зафиксировали, чему примерно должен быть равен многочлен в этих точках. То есть мы задали функцию. А потом мы хотим понять. Вот если мы хотим точно вычислить, чтобы многочлен точно прошел через эти точки, а с другой стороны мы хотим, чтобы он приблизительно прошел через все эти точки. Насколько разная при этом может быть степень? Может ли она быть сильно разной? Или можно какую-то вот такую оценку снизу доказать? Ну и на самом деле оказывается, что доказать это можно. То есть оказывается, что верно такое утверждение. Здесь будет, если я ничего сейчас не путаю, что мы умеем доказывать, 1,6. Но делается это все-таки... То есть как мы умеем это делать? С помощью как комбинаторики, так и на самом деле сложности вычислений. То есть здесь надо вот... Чтобы это доказать, нужно довольно странным образом. сначала в бои какие-то вычислительные модели, какие-то комбинаторные понятия, и тогда уже через них все это... Вот такие неравенства можно будет получить. А как это получать просто напрямую, посмотрев на многочлены, и как-то что-то сказав про них, непонятно. И, наверное... Да, ну можно сейчас сказать, что... Ну, можно сказать, что бывает при этом такой случай, когда на самом деле эти вещи довольно разные, и для этого достаточно посмотреть на функцию дизъюнкции. Можно попробовать понять, почему у функции дизъюнкция степень будет n, а вот эта степень примерно корень из-за. Но это, может быть, можно считать упражнением, а я могу на этом закончить. Давайте благодарим докладчика. Есть ли какие-то вопросы? Вопрос про схему ограниченной глубины. Они вводятся из чисто математических соображений, чтобы мочь что-то доказывать, или же они имеют какую-то важность в информационных технологиях, рассмотрение именно схем с ограниченной глубиной? Нет, значит, есть... Да, то есть, во-первых, есть несколько причин их рассматривать. То есть, они осмыслены как модель сама по себе. В частности, схемы небольшой глубины это такая одна из моделей для вычислений, которые можно делать параллельно. То есть, если у нас небольшая глубина, то мы можем ее как бы расслоить на слои. И если у нас есть много вычислительных... Ну, это все не очень формально, не очень математически, но если у нас есть много независимых вычислительных процессов, которые мы можем запустить, то мы можем каждый слой вычислять одновременно весь за один шаг. То есть, если мы можем распараллеливать наши вычисления, то глубина эта становится как бы аналогом сложности в этой ситуации. Есть одна из таких... Вот это то, что просто сказать. Есть и приложения, и в других разделах сложности вычислений, но об этом сказать довольно трудно. Так быстро. То есть, это осмысленно? Не просто, чтобы доказывать нетривиальные теоремы, а именно... Да, это осмысленно. Хорошо. Если поднять глубину до логарифма, то это уже совсем осмысленная вещь. На самом деле, тогда схемы логарифмической глубины... Правда, я сейчас позволил себе здесь неограниченную входную степень у вершин. Если все-таки ограничить входную степень, но разрешить логарифмическую глубину, то это будут в точности формулы логические. Просто формулы, которые пишутся в строчку с связками конъюнкций и изъюнкций отрицаний. И в них вот эта четность может быть вычислена эффективно? Сейчас скажу. Сейчас что-то я не соображу. О, неизвестно. Я что-то завис сейчас. Хорошо, спасибо. О том, что сложение, какие еще примеры? Функция голосования, например. Функция голосования, например, которая выдает единицу, если у нее больше единицы, чем нулей во входе. А умножения нет. А умножение в смысле... Ну, побитого. Да тоже есть, по-моему, тоже есть. Там четность входит туда. Просто там сидит, на самом деле, внутри умножения. Умножение n-битовых чисел тоже трудно. Еще вопросы? Вот понимаете, я тут, вот когда слушал это все, у меня все время было какое-то чувство, что оценки получены в очень искусственной ситуации. Вот разубедите меня. Значит, почему искусственная ситуация? У вас тут нет двух операций, которыми мы все время пользуемся в жизни. Именно нет операции go to, так сказать. То есть нет операции... Вы не можете зациклить схему. И нет операции присвоения значения переменной. Вот. Если эти операции ввести, то все эти оценки просто исчезают, потому что, да, там тогда линейная оценка получается. Даже степень равна единице просто. Даже если только ввести, только обозначение. Если ввести переобозначение. Вот. Почему используется такой... Ну, я понимаю, что математические задачи, конечно, осмысленны. Но вы отказались от двух таких естественных операций, что возникает вопрос о практической ценности вот этих результатов. Значит, ну, ответ короткий будет, видимо, такой, что если мы добавим две такие операции, то если мы и после этого докажем вот что-то подобное, то мы решим PNP. И это вряд ли получится. То есть это будет гораздо сложнее. То есть, естественно, просто проблема в том, что задача, о которой вы говорите, она сложная. И, естественно, приходится рассмотреть какие-то ограниченные модели. Понятно, что это не... Вот то, что мы рассмотрели, схема ограниченной глубины, это не универсальная модель. И она на это не претендует. С другой стороны, если не ограничивать глубину схемы, модель получается универсальная. И все эти операции, о которых вы говорите, там машина Тьюринга кодируется, и все... Степень многочин тогда идет бесконечно. Да, да, да. И тогда степень многочин не получается. Действительно, мы не претендуем здесь на то, что мы решаем вот все проблемы в этой области. То есть, проблема тут тяжелая. Тяжелая, и про многие из них непонятно, как к ним подступиться. Какие-то, тем не менее, получается решать. Но уже это нетривиально, что я вот пытался сегодня продемонстрировать. Никто не спорит, что модель действительно слабая. И даже вот такая простая функция там оказывается невычислима. Они как-то явно перекликаются вот с теоремой Лупанова о невозможности алгоритмической оптимизации программы. Мне это доказательство очень похоже. Похоже, что это вот две разные стороны, одна медаль. Ну, спасибо. Может быть, в каком-то смысле. Продолжение следует...